Я должен начать с вариантов конечного порядка, о которых шла речь в понедельник. Но, видимо, мне все-таки надо коротко напомнить, что это такое. Вот у нас есть зацепление, у нас есть фиксированное число окружностей, но сегодня, в принципе, это будут две окружности все время, так что можно сразу считать, что это две компонентные зацепления в трехмерной сфере. Ну, да, значит, сегодня все зацепления будут гладкими. Вот, гладкое зацепление. Ну, если теперь есть какой-то вариант, ну, вот из двух компонентных, гладких зацеплений. Ну, вообще, у нас там Z как-то, ну, можно уже. Вот его можно продолжить на сцепление с двойными точками, с такими вот, значит, гладкими точками, которые отвечают в общем положении в галитрическом химии. То есть, значит, мы просто делаем какое-то самое пересечение компонента или пересечение разных компонентов. Ну, и, честно говоря, нужно еще зацепить здесь некоторую такую жесткую структуру, то есть, недостаточно считать это вложенным четырехвалентным графом. Здесь нужен вот какой-то диск, ну, по крайней мере, мысленный, чтобы не перекручивать вот в этом месте ничего. Ну, и, значит, вот этот вариант продолжается на такие зацепления с двойными точками в последующей форме. Значит, если у нас есть какое-то зацепление с двойными точками, их может быть много, вот мы берем какую-то одну из них и разрешаем ее двумя способами. Остальное зацепление не меняется, модификация только вот в окрестности этой двойной точки. Ну, разрешаем двумя способами, значит, получается вот такая картинка и вот такая картинка. На них мы берем значение нашего эмбрианта. Ну, если здесь это была единственная двойная точка, то после разрешения двойных точек не осталось. Это у нас просто настоящее зацепление, и тогда исходный вариант определенный здесь и здесь. Вот мы берем разность, и таким образом мы определенный вариант на всех зацеплениях с одной двойной точкой. Ну, а дальше, значит, если две двойные точки, то аналогичным образом мы разрешаем другую из них и здесь уже будет значение эмбрианта на зацеплениех с одной двойной точкой. Ну, и так далее он продолжается. И вот, значит, если значение продолженного эмбрианта нулевые, начиная с некоторого числа двойных точек, скажем, ты, n или более, если, значит, на зацеплении с n плюс одной двойной точкой вариант обнуляется, то тогда он называется вариантом порядка n. n плюс одна двойная точка. Ну, или, значит, точнее, надо сказать, что если он обнуляется на зацеплении с n плюс одной, но не обнуляется на зацеплении с n двойными точками, то тогда вот он точно не будет. n, а не меньше. Значит, это варианты конечного порядка в обычном смысле. Пока все нормально. Вот. Ну, еще их называют вариантами Васильева, хотя подумали их независимо Васильев и фокурсат. Вот. Но есть еще некоторая модификация этой теории, в которой мы продолжаем он вариант не на все, не на все зацепления с двойными точками, а только на так называемые сингулярные зацепления, то есть на такие зацепления с двойными точками, где разрешается только самопересечение компонент, а разные компоненты высекают депричьи. И дальше точно такое же условие. Значит, если... То есть, вот есть, значит, вот пространство, не знаю, зацепление с двойными точками, и в нем есть тут пространство, значит, сингулярное зацепление. Двойные точки только самопересечение компонента. И вот мы вместо того, чтобы продолжать на все это большое пространство, продолжаем на маленькое. И дальше то же самое. Если у нас регулярных сцеплений с n плюс одной двойной точкой продолженного варианта обнуляется, то он объявляется и вариантом порядка не выше. Вот. Ну, значит, у нас были примеры, что вот коэффициентное сцепление – это вариант порядка один в обоих смыслах. Дальше был вариант, обобщенный вариант с отменилимом. Ну, который... Ну, одно из его определений такое, что вот можно написать поленом конвейер зацепления, двухкомпонентное сцепление. Так, двухкомпонентное. Так, поделить на произведение поленомов конвейер первой компоненты и второй компоненты, тогда это будет ряд такого вида. Коэффициент сцепления умножить на z плюс вот нечто умножить на z в куде и плюс какой-то ряд, но уже делящийся на z в пятую. Ну, вот это нечто называется обобщенным вариантом с ательюмом. Ну, и из скейн-соотношений для поленома конвейер несложно вывести подмогу подскоков. Значит, если у нас есть самопересечение компонента, то образуются две таких петельки, два ушка у этой компоненты. И вот, значит, есть, но можно их назвать, скажем, вот эта компонента k2, это ушко k1 штрих и, значит, вот есть коэффициенты зацепления. Коэффициенты зацепления k1 штрих k2 и коэффициент зацепления k1 штрих штрих k2. В общем, первое ушко с второй компоненты и второе ушко с второй компоненты. Можно их перемножить и вот это будет подскоком этого обобщенного варианта с ательюмом вот на этом зацеплении с двойной точкой. Ну, точнее говоря, нужно, конечно, следить за ориентациями, потому что вот здесь вот важны. Ну, вот эти две картинки разные, да, здесь это с плюсом и это с минусом. Но, значит, можно следить за этим всем. Ну, то есть, вот если бета от этого минус бета от этого, вот должно быть движение коэффициент сцепления. Это для самопересечения первой компоненты, для самопересечения второй компоненты аналогичная формула, ну, то, что они меняются местами. Вот. Ну, хорошо. Значит, инвариант бета это, он имеет порядок 3 по Васильеву, в принципе, уже видно вот отсюда, он коэффициент 3-Z в кубе. Вот. Но, значит, по кирку Левингстону я сказал эти слова, да, вот эта альтернативная теория, когда мы продолжаем регулярное сцепление, это называется инвариант конечного порядка в смысле кирка Левингстона. Вот, значит, по кирку Левингстону он имеет порядок один. Ну, вот, собственно, причине этой формулы. А, да, извините, я вначале я неправильно сказал. Коэффициент сцепления имеет порядок один по Васильеву. Ну, вот, например, здесь вот коэффициент 3-Z. Ну, это не доказательство, но ясно. Но он подскакивает, значит, при самопересечении разных компонентов подскакивает на плюс-минус один. Ну, значит, когда там добавляется вторая двойная точка, уже он никак не подскакивает. Вот. Коэффициент сцепления имеет порядок один по Васильеву. По кирку Левингстону он имеет порядок ноль. Потому что, ну, на самопересечении компонент коэффициент сцепления никак не подскакивает. Вот. Значит, по кирку Левингстону он имеет порядок ноль. Вот. А этот бета имеет порядок один по кирку Левингстону. Потому что на самопересечении компонент он подскакивает вот таким образом. Этот подскок, он не зависит от того, как выглядит, но посмотрите, если мы будем брать какие-то дальше самоперещения компонент, скажем, вот эту компоненту еще самоперещем, это на вот эти коэффициенты зацепления никак не повлиять до тех пор, пока мы не пересекаем разные компоненты, а мы их не пересекаем, но поэтому на всяких зацеплениях сингулярных расцеплений с большим числом двойных точек больше, чем один, подскок будет нулевой. Так что это вариант порядка один по кирку Леонгстону, и в принципе это единственный вариант порядка один по кирку Леонгстону для двух компонентных зацеплений, ну в смысле, что любой другой выражается через обратную коэффициентность зацепления, и это, в принципе, следует из того, что я собираюсь указать сегодня, но и более-менее указать. Но прежде чем отформулировать, значит, я должен сказать о геометрии конечного порядка, значит, вот есть такие ЦК-движения. ЦК-движения, они же еще называются преобразования, но по-английски moves как-то уже, как можно проще говорить. Значит, еще их называют преобразованиями там гусаровым пробира, потому что они их независимо придумали. Ну, значит, кое-что сказали про них, тоже независимо, сейчас я скажу, что. Значит, что такое ЦК-движение? Ну вот, ЦК-движение, это просто такое очень глупое движение, когда мы вот такую картинку разменяем на такую картинку. То есть у нас есть какое-то зацепление, но сейчас в нем какое-то фиксированное число компонента M, M компонентное зацепление. Вот мы в нем нашли такой фрагмент и изменили его на такой фрагмент, остальное неплохо. Это не важно, одна эта компонента или фрагмент? Да, пока это не важно. То есть вообще мы разрешили произвольным образом делать пересечения. Но все вообще разруливается, это неинтересное движение, но тем не менее оно, значит, имеет название Ц1. Вот, но движение Ц2 более интересно. Значит, можно его нарисовать так. Теперь мы изменяем вот такую картинку. Вот такую картинку. Это уже немного интереснее. Ну, да, это Ц2. Ну, можно было его как-то перевернуть, но это, значит, мало чего меняет, потому что, ну, перевернуть мы... Но этот фрагмент, он же не обязательно должен вертикально встретиться, он может встретиться в перевернутом метре. Ну, так что, в общем, фактически одно Ц2 движение. Вот, но Ц3 движений уже несколько. Ну, как минимум два. Ну, смотря, как считать. Ну, вот. Ну, давайте я нарисую сначала, а потом буду объяснять. Ну, можно нарисовать вот так вот. Ну, вот так вот. Это одно Ц3 движение. Другое Ц3 движение такое. Ну, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше, значит, ну вот в этой картинке мы должны выбрать одну из двух ниточек, верхнюю или нижнюю. Но, например, выбрали нижнюю. Утолщаем ее, получаем полнаторий. Вот. Ну а это на самом деле тоже был... Нет, извините, получаем как-то цилиндр. Диск умножить на отрезок. Это тоже был цилиндр, в общем-то. Вот было их так рисовать, честно говоря. Вот. И мы изменяем, вот, значит, вставляем вот в этот цилиндр копию вот такого вот цилиндра. И в результате получается вот эта вот картинка. Ну, в принципе, тут есть два варианта. Так или так. Ну, можно по-всякому делать это, в общем, в принципе. Вот. Ну а дальше, значит, вот на каждой следующей картинке мы снова выбираем, ну вот здесь вот, выбираем любую из трех ниточек, утолщаем ее, вместо этого цилиндра вставляем снова копию первого цилиндра вместе с его содержимым. Ну и так. Далее, ну, в итоге мы получаем вот начальную картинку, а как, что с ней делать? Ну, известно, мы должны разомкнуть вот как бы эти самые большие ниточки глобальные. Ну, вот, значит, такое движение. Вот. Ну, во-первых, есть такое несложное утверждение. То есть, что вариант порядка N в обычном смысле, полосидио, не нужна N в варианте. И C N плюс 1 движение. В секции N плюс 1 движение. А вот эти два случая, они получаются из выбора разных ниточек. Да, они получаются из выбора разных ниточек. Вот, может, в первом случае верхнюю я выбрал для дальнейшего усложнения, и в втором случае вот эту вот. Вот. Ну, можно еще было третьим способом выбрать вот эту вот, но это от второго способа не сильно отличается. Вот. Ну, в принципе, и... Ну, в общем, ладно. Есть много разных способов делить всякое движение. Это только один из них. Варианты порядка N в варианте N плюс 1 движение. Ну, значит, у варианта порядка 0 должны быть инвариантами при C 1 движение. Ну, собственно, при их вот добавлении двойной точки, которая здесь происходит, они не видят. И варианты порядка 1 должны быть инвариантами при C 2 движении. Ну, вот это C 2 движение можно разложить в последовательность двух. Сначала мы расцепляем вот здесь вот, потом эту ниточку вверх вводим, а потом снова зацепляем. Ну, то есть, здесь вот такая вообще картинка получилась. Вот. Ну, значит, вот когда мы здесь расцепляем, а потом назад зацепляем, у нас тут образуется двойная точка, совершенно одинаковая, только знак у нее разный. Здесь в одну сторону, здесь в другую. Ну, и еще разница в том, что в первом случае, вот здесь вот, в этом месте, когда двойная точка образуется, вот эта ниточка продета вот здесь. А во втором случае, когда образуется двойная точка, она уже не продета. Ну, собственно, вот давайте это нарисуем. Значит, это, скажем, можно нарисовать продетой. Здесь вот у нас двойная точка. Вот, значит, первая двойная точка. Вот такая вот, а B вот такая вот. Вот эта ниточка вверх ушла. Ну, как из картинки А получить картинку Б? Ну, понятно, надо вот эту верхнюю ниточку потянуть наверх, и она вот здесь два раза перечтет вот эту вот. Но если у нас есть вариант порядка один, то он вот на таких зацеплениях с двумя двойными точками, вот эти две, потом вот эти две, он на них не подсканивает. То есть, когда мы введем эту ниточку наверх, он вообще никак не меняется. Сначала вот на этом он такой же, как на этом, потому что он вариант порядка один. Ну, мы рассматриваем уже его продолжение на зацепление со мной двойной точкой. Вот это продолжение, оно не меняется при вот этом самом пересечении, не подскакивает, и потом при этом тоже не подскакивает. Ну, значит, на этих двух картинках этот продолженный вариант упоминает одинаковое значение, но тут они встречаются с разными знаками, потому что здесь у нас разные стороны вот этого движения. Вот эта двойная точка с разными знаками возникает, и поэтому, ну, эти вклады равные сокращаются, и в итоге этот вариант не подскакивает. Ну, это я уже не буду доказывать, но это, в общем, по индукции такими же рассудениями точно доказывается. Вот обратное утверждение, верно для узлов. Значит, теорема Гусарова-Хабира. Для узлов. Значит, если... Да. Да. Если... Если... Мы... Ко-1, ко-2... Не различаются... То, они... ...соединяются... ...соединяются... ...последователи... если только если они подсоединяются последовательностью cn к c1 движение если только если они не отличаются это уже довольно сложная теорема и вот для зацеплений она не верна по крайней мере для струнных зацеплений значит наверное и для замка но они какие-то сложные там как какие-то много компонентов ну в общем вот ну кроме того ну вот по-английски это называется однокрашенная цк движение компонент но и смысл этого в том что я думаю чтобы все наши муточки принадлежали по одной компоненте но тогда значит верно похожие утверждения и компонентных цикла движения и компонентных цикла движения предыдущие утверждения они это доказывают потому что если все эти ниточки одного цвета то все двойные точки которые тут в процессе этих рассуждений это самоперещаяние какой-то компоненты а для них а для них ну вот у нас значит эти моменты порядка n в смысле кирка ливингстона они точно такие же но как обычный вариант порядка n но только относительно вот этого пространства меньшего в котором разрешаются только самоперещение компонентов но так что так порядка n 30 м плюс 1 вот но значит что что насчет обратного утверждения для узлов это вообще не имеет никакого смысла для узлов все эти варианты кирк ливингстона они имеют такой же смысл как обычно но в общем ничего нового не получается но для для если у нас больше одной компоненты ну вот собственно вот есть такая теорема теорема конечно я 2003 год вот она говорит следующее значит двухкомпонентное зацепление и штрих различаются и и порядка не выше 1 если если только если они соединяются все два движения по компоненту все два движения но то есть данном случае в данном случае есть аналог теорема гусарова хамильова только порядка 1 но вообще значит нет но это можно так стимулировать но это не совсем уже теорема конечно яма это какой какая то ее разновидность а так вообще эта теорема говорит что если они не различаются коэффициентом сцепления и обобщенным вариантом сад ливинг вот но в принципе из этого из этого следует то что написано но в общем по крайней мере какая то часть этих следствий она очевидна потому что эти коэффициент сцепления и варианта от ливина они имеют порядок не выше 1 ну в общем вот давайте в такой форме ну ну значит я не буду доказывать прямо эту теорему но я докажу некоторую ее версию собственно ее версию для струнного зацепления вот но еще надо сказать что c2 движения немножко c2 движения можно можно нарисовать таким образом другим образом другим образом повыше скотинку т.к. 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Утверждается, что ЦК движение можно перерисовать эквивалентным образом. Вот так вот. Это очень похоже на третье движение, но это не оно. То есть я как бы вот эту ниточку вверх нащу, скажем, но при этом возникает что-то равная точка такая. Но каждая пара ниточек, вот скажем, вот здесь, вот эта шла над горизонтальней. Ну вот она так и идет. Так. 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 Она должна остаться, надеюсь она была такая, надеюсь тоже. Да, значит каждая ниточка, в общем каждая пара, вот мы смотрели вот сюда, значит здесь вот это и горизонтально, вот они по-прежнему, это диагонально идет над горизонтально. Вот здесь диагонально идет вот этой, здесь вот горизонтально. Вот, значит утверждается что-то та же самая картинка, что была раньше. Давайте я это в качестве упражнения оставлю. Значит это называется дельта-движение, но это то же самое, что C2-движение, то что его перерисованы на форме, дельта-движение. Ну и вместо последовательности компонентных C2-движений еще говорят дельта-гомотопия. Но это именно по компонентно, потому что, ну Таллина говорит зацепляющая дельта-гомотопия, вот что учесть компонентно, но можно тоже. Значит, вот такая теорема Каниши-Айяма, вот, но, значит, есть вот еще и версия для струнного сцепления, которая чуть менее технично доказывается, и я лучше, значит, вот ее доказывать. Но она, эта теорема Каниши-Айяма, вот год я уже не помню. Да, нужно сказать, наверное, что такое струнное зацепление, но нас интересует двух компонентов струнное зацепление. Ну, давайте вот нарисуем куб и вот возьмем две противоположные грани, сфиксируем здесь две точки на этой двери и на этой двери и будем рисовать вот какое-то струнное зацепление. То есть это, значит, два отрезка вкладываются, ну, безъем, это объединил двух отрезков. Вкладывается на предыдущий куб, но таким образом, что вот правые концы идут в правую грань, левые концы идут в левую грань, наоборот, в куб. Ну, а не крашеные, да, можно было вот эту компоненту делать, Александр. Ну, то есть, еще вот первая должна оканчиваться в верхних точках, а вторая в нижних точках. Ну, то есть, в принципе, чистая коса, вот она является частным случаем струнного сцепления, но бывает, ну, вот то, что здесь нарисовано, это чистая коса. Можно ее пересылать, а вот если вот так пересылать, то это уже не коса. Ну, вот можно определить для струнных сцеплений, ну, во-первых, для них можно определить операцию замыкания. Замкнутое сцепление, ну, просто вставляем вот сюда, вот такие вот нюточки, получаем замкнутое сцепление. Ну, давайте назовем это, вот, ну, а можно еще сюда вставить какую-нибудь кошу, например, вот один полный оборот сюда вставить. Вот так вот. Это по-прежнему, вот. Коэффициент цепления у него изменился на единицу. Вот, ну, соответственно, можно назвать вот эту новую операцию KL1, а предыдущую KL0. Ну, то есть, вот здесь, ну, вообще, KLM будет на сцеплении. Вот, ну и дальше можно, значит, если у нас было вот это вот струнное сцепление L, можно определить бета N от L как вобщенный вариант сцепление L от этого N замыкания. Вот, ну, значит, тут, ну, достаточно рассматривать бета 0 и бета 1, остальные не пригодятся. Ну, собственно, теорема утверждает, что струнное сцепление L и L штрих Компонентным цеплодвижением. Если только если. не различаются коэффициентом зацепления и вариантами бета 0 и бета 1. Но коэффициент сцепления, струнного сцепления, это просто коэффициент сцепления и его нулевого замыкания. Вот у того, который, который здесь нарисован, коэффициент сцепления 1, ну или, может быть, минус 1, смотря как считаю. Вот, вот эту вот теорему я хочу показать. Ну. Значит, доказательства есть в геометрической части алгоритмической части. Да, можно еще пример. Давайте перед тем, чем доказывать, давайте пример посмотрим. Давайте возьмем вот это же струнное сцепление, которое здесь нарисовано, и его зеркальное отражение. Давайте посчитаем бета-0 отеля, бета-1 отель. Значит, чтобы посчитать бета-0 отель, он должен вот так замкнуть. Да, коэффициент сцепления у него нулевой. Ну, понятно, насколько она зеркаленна. Ну, значит, как посчитать бета-0? Ну, надо его расцепить. Вот эту вот штуку, вот так вот продернуть, например, но это даст вот две двойных точки. Здесь, потом здесь. Вот. Но тут уже, конечно, надо знаки учитывать. Ну, вот если, значит, так. Вот так. Значит, какой будет подскок? Ну, вот сначала сделаем вот здесь то сечение. Значит, вот у нас была формула. Ну, может быть, не так уж важно как-нибудь рисовать. Главное, что одинаковым образом. Вот от такого, у нас бета вот такого. Ну, вот коэффициент зацепления. Как там было написано? К1, штрик, штрик и К2. Коэффициент зацепления К2. Ну, значит, в этом случае, ну, давайте смотреть. Вот тут вот такая вот штука сначала. Значит, подскок будет положить на уклад произведения. Что это за произведение? Ну, хорошо. Допустим, значит, вот этот вот один у нас коэффициент зацепления, а этот тогда будет минус. Ну, можно здесь еще написать один, потому что это был положительный знак. Давайте здесь смотреть. Значит, здесь этот знак будет противоположным. Потому что это у нас... Вот здесь у нас написана вот эта вот картинка. Поэтому здесь будет стоять минус один. Ну, вот это еще потому, что мы начинаем с этого и идем к этому. И дальше значит произведение двух коэффициентов зацепления. Значит, этот коэффициент зацепления у нас минус один. И этот коэффициент зацепления один. Получается минус один плюс один. Хорошо. Теперь давайте... Это значит был бета ноль. Бета ноль. Вот это вот от этого нашего нацепления L. Да, мы вот это L расцепили, сделав два то-то самоперечения, получили тривиальное нацепление. От тривиального нацепления синтеза от линия ноль. Значит, подскобки мы посчитали. Значит, вот мы нашли. Вот теперь давайте посчитаем бета-1. Это значит надо здесь подкрутить. Но я уж не знаю, может я посчитаю бета-1, но это не так принципиально. Вот так вот. но но я в другую сторону отключил значит здесь знак это не меняется но эта картинка как было так и осталось какой тут коэффициент зацепления на коэффициент зацепления у нас не изменился один а вот этот коэффициент зацепления сначала сзади обходим а потом спереди значит этот 0 11 на 0 что здесь получается начну с одним остается этот тоже остается получается 2 оказывается важно как вы выкачет все может изменить вот но и вот я должен заметить что значит на то зеркальное сцепление если не брать замыкание посмотреть снова на струнное сцепление зеркальное оно будет конкордантно тривиальное струнное сцепление это понятно такое но это стандартная такая конструкция ну вот здесь такой факт что если вы берете струнную сцепленным но например вот если у вас был узел то его связанную с зеркальным это связано конкордантно тривиального ну и здесь то же самое но это несложная конструкция давайте я на него время не буду платить вот значит получается струнное сцепление конкордантно тривиального но вот этот бета минус один у него не нулевой доказывали что бета вообще это зацепление не один квази изотопа значит вот из но вот видно видно из всего этого что я тут не доказал такую вещь а ну нет я и в каком-то виде конечно доказал что 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 бета бета эмбриантен при дельта движениях то в принципе я это доказал потому что бета это эмбриант порядка 1 это мы выяснили эмбриант порядка 1 эмбриантен в смысле кирклевых сторон он вариантен при компонентных c2 движениях ну то есть однокрашен вот но но так что можно тут еще сказать что это зацепление нет дельта гомотопа тривиального но вот конкордант а при этом при этом вот для 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 зацепление с коэффициентом 0 бета является конкордантность что было доказано в прошлый раз в среду вот поэтому это бета 0 данного случая но поскольку у этого коэффициент сцепления 0 бета 0 будет конкордантность и вот значит получается добавленная такая вещь что бета 0 и т.б. и вариант конкордантности бета 1 нет ну в общем ладно доказывают теоретия значит ну вот если наш да в одну сторону убеждения очевидно значит если струнные сцепления соединяются дельта гомотопии то они конечно не различаются этими вариантом потому что это вариант порядка один смысл пирк лингстона вот как я только что сказала вот значит так доказать в обратную сторону есть у нас два зацепления мы знаем что у них одинаковые коэффициенты сцепления в этом 0 а а извините у нас трудность в общем вот одно и вот мы хотим доказать что они соединяются ну уж точно поскольку у них одинаковые коэффициентры сцепления мы можем соединить просто зацепляющие гомотопии то есть такой гомотопии и который допускается только самоперещение компонентов разные компоненты не пересекаются вот значит ну в этой зацепляющей гомотопии есть какие-то двойные точки у каждой двойной точки есть знак ну вот точно так же как здесь плюс а это и минус вот и еще ну собственно если двойная точка z можно назвать этот знак ε z а еще значит у этих двойных точек есть вот ну каждый из них есть такой параметр коэффициент сцепления вот такой вот петельки значит эта двойная точка рождает вот такую вот петельку всегда но что это за петелька но вот у этой двойной точки есть два прообраза на этой стене есть отрезок между этими прообразами на этой стене у этого отрезка есть есть коэффициент сцепление это замкнутая а это не замкнутая но можно и замкнуть просто не вне нашего куба и тогда получится замкнутое компонентное сцепление вот ну и вот значит имеется следующее ли мы можем отправить нашу гомотопию изменить эту ht на какую-то ht штрих для которой вот все эти двойные точки будут алтеграически сокращаться в том смысле что если мы посмотрим на все двойные точки которых фиксированная и лежат не нулевое то 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 их их знаки будут давать но можно это сказать так что давайте для нашей гомотопии определим инвариант это у нас будет такая сумма по всем двойным точкам давайте это назовем наверное сигма плюс плюс и плюс потому что вы говорите вот первую компонентку называть или плюс а вторую или минус тогда будут сигма плюс и сигма минус значит здесь мы берем сумму по всем двойным точкам который появляется на первую компонентку курсовую компонентку но уже это как-то ht плюс значит это будет сигма плюс от нашей гомотопии ht но я не буду здесь стрих писать значит берем z из значит а из h но ht плюс я так условно напишу то ли лучше написать так что z двойная точка вот этой гомотопии причем на первую компонентку вот а теперь значит вот этот знак епсилон z и давайте напишем t в степени lz минус 1 вот это формальная переменная здесь это lz это целое число вот ну единицу я вычитаю по следующим соображениям вот если lz нулевое то здесь t в нулевой степени это 1 и у нас все сократится и ничего не будет то есть когда здесь вот этот коэффициент сцепления нулевой то эта двойная точка не дает нам никакого вклада вот специального мы так же хотели но потому что когда эта петелька имеет нулевой коэффициент сцепления это может означать что это совсем вот такая маленькая петелька которая случайно возникла и конечно она не должна давать никакого вклада потому что можно ее делать а можно не делать а это ни на что не повлияет а вот те которые имеют не нулевой коэффициент сцепления они более интересны но собственно можно сказать так что вот эта вот штука сигма плюс от ht является вариантом послойной зацепляющей гомотопии вот этой вот ht то есть мы можем устроить послойную гомотопию вот гомотопию в классе гомотопии но понятно что на концах у нас струнное сцепление в концах все это должно быть фиксировано но кстати я не сказал что в этой гомотопии конечно тоже концы фиксированы но при этом слои значит тоже не перемешиваются кроме того это цепляющая гомотопия то есть допускается только самопересечение компонента разные компоненты пересекаются но вот я утверждаю что сигма плюс от ht является вариантом этой послойной гомотопии послойной зацепляющей гомотопии но и более-менее понятно почему это так но потому что могут появляться и умирать эти двойные точки но они но вот такие для которых петелька имеет нулевой коэффициент сцепления они конечно могут просто так появляться там где коэффициент сцепления не нулевой они поодиночке появляться не могут они могут появляться только парами но вот это может происходить вот так вот вот здесь вот вычиненный такой вот палец вот здесь его загнем вот так вот войдем в группу 3 компоненты и вот здесь вот сам пересечемся ну да нет извините вот давайте мы так делаем давайте делаем но вообще у нас вот послойную гомотопия это я рисую то что случилось на некотором уровне ниже и выше уровня у нас вот не будет этих точек ну или там они могут возникнуть не на одном уровне а на соседних уровнях не обязательно идем на одном оказывается но вот так или иначе такая парочка может появиться вот ну и наоборот исчезнуть но у них будут разные знаки вот и поэтому значит это соответствующие лизет одинаковая а эти знаки разные но поэтому вот значит и ляма утверждает что существует такая гомотопия hd но может быть ну хорошо пусть будет штрих что такое что ее сигнал плюс определяется аналогично только мы берем они точки другой компоненты и смотрим вот на этой компоненте смотрим сцентр оттепления уже третьих истоков вот значит это ляма алгебраическая ну вот давайте я сначала покажу все по модуле это ляма а потом уже самую это ляма алмебра powerful Значит, допустим, нашлась у нас такая гомотопия, она что-то штык. Что нам с ней делать? Мы вообще хотим построить между нашими струнными сцеплениями L и L штык. Последовательность, ну, дельта-гомотопия, последовательность компонентов C2 движений. Как же нам построить такую последовательность? Ну, значит, раз нашлась такая гомотопия, то вот ее двойные точки, они алгебраически сокращаются. Ну, в понятном смысле, что при… Ну, можно их разбить на парочки. Так что, ну, парочка вот Z и W, значит, скажем. Вот эта парочка, они имеют одинаковый коэффициент сцепления. LZ равен W, а знаки у них противоположные. Epsilon W равен минус Epsilon. Вот. Ну, такие парочки я буду называть алгебраически сокращающимися, и вот мы можем двойные точки разбить на такие парочки. Вот. Ну, дальше, значит, есть вот такой трюк, что если у нас возникла какая-то двойная точка в такой гомотопии, мы ее можем немножко по времени сдвинуть, сделать ее чуть позже, замедлить. Ну, отложить, отложить ее на более позднее время. Ну, как это сделать? Ну, вот, допустим, вот мы из такого переходим вот в такой вот. Вот такое, значит, делаем самопересечение компонента. Но при этом у нас еще какие-то другие ниточки вокруг. Вот. Но мы хотим сделать это самопересечение позже. Вот это вот, скажем, будем считать, что врат неподвижно, а вот это двигается снизу вверх. Но, значит, мы, мы ее, мы вот не хотим делать самопересечение. Поэтому мы из этой неподвижной компоненты выпустим такой вот уз. Ну, допустим, вот это наша двигающаяся, она хочет поехать дальше. Ну, сначала она уж точно едет как-то выше, да, а потом неизвестно, куда она хочет поехать. Ну, вот мы можем вот эту неподвижную немножко так вытянуть из нее этот палец. И тогда вот это движущаяся начинает двигаться по пальцу, не пересекая. То есть мы этого пересечения избежали. Но мы его можем сделать в любой момент, ну, потому что вот она доедет где-то здесь и пересечется в другом месте, и это будет позже. Вот, ну, значит, вот куда бы ни двигалась эта компонент, и вообще все компоненты, куда бы они ни двигались, ну, как, вот если это куда-то двигается, мы просто, ну, она бы там уже давно пересеклась, но мы вытягиваем уз. Чем дальше она движется, тем длиннее этот уз. И до некоторого момента мы, вот, значит, это пересечение откладываем, но за счет вот этого удлиненного уса. После того, как мы делаем это самое пересечение, мы этот уз можем убрать назад и вернуть все к такой же ситуации, как было. Но чему это может помешать? Это может помешать тому, что вот этот уз, он возник, он мог возникнуть в таком месте, где какие-то ниточки передвигались, и они его пересекают, этот уз. Это, конечно, не годится, но мы, вот эти вот пересечения нашего уса с ниточками, мы их тоже можем отложить. Из этого уса мы можем втянуть дополнительные усы, и вот то движение, которое здесь было, оно, значит, вполне может себе ехать, ну, вот за счет этих усов второго порядка. Вот, но когда мы решим, что пора сделать исходное самопересечение, мы вот его делаем с этим усом первого порядка, этот уз у нас исчезает. Но, ну, собственно, как он, ну, да, неправильно, вот этот уз второго порядка, он здесь вот так вот выглядит, то есть мы просто ушем первого порядка, что-то обходим. И вот когда мы от уз первого порядка назад тянем, вот после того, как мы сделали это самое отложенное, мы этот уз первого порядка тянем, вот уже не по прямой, а учитывая все усы второго порядка, и третьего порядка, и четвертого, если они там возникли. Ну, вот такая конструкция, ну, она тут, конечно, не очень формальна, но если ее формально, то договаривать это долго довольно будет, но я думаю, что так нормально. Значит, вот, пользуясь этой конструкцией, я могу перемещать эти двойные точки по времени, в общем-то, как я хочу. И поэтому я могу считать, что парочки двойных точек, сокращающиеся алгебраически, они у меня попадают на один уровень, то есть есть конечное число уровней с двойными точками, и на каждом таком уровне сидит равно две двойных точки, которые алгебраически сокращаются. Более того, я могу считать, что сначала случились все двойные точки на плюсовой компоненте, а потом все двойные точки на минусовой компоненте. Вот. Ну, дальше, дальше хочется использовать такую лему, что любые два узла соединяются с триверальным узлом все два движения. Ну, по теореме Гусарова-Хабира, это то же самое, что сказать, что у узлов нет вариантов первого порядка. Потому что, значит, ну, если у двух узлов совпадают, все варианты порядка не выше один, то они будут ца-2 эквивалентны друг другу под теореме Гусарова-Хабира. Но, в принципе, эта лему будет еще следовать за другой лему, которую я докажу. Ну, в общем, пока что нам нужна вот эта тема. И, значит, пользуясь ей, можно еще улучшить эту гомотопию. Значит, вот у нас сначала случаются все двойные точки на плюсовой компоненте. Значит, так что на каждом уровне сокращающаяся парочка, а потом все минусовые. Вот. Но, значит, когда у нас случаются двойные точки на плюсовой компоненте, вот я утверждаю, что мы можем при этом считать, что минусовая компонент вне заузданная. А когда случаются все двойные точки на минусовой компоненте, мы можем считать, что плюсовая компонент вне заузданная. Мы можем добиться этого в точности вот этой леммы. Ну, да, значит, лемма нам говорит, что любой узел соединяется с региальным узлом дельта-движениями. Но дельта-движения, ну или вот С2-движение, как оно было нарисовано, вот его можно реализовать как пару пересечин с противоположными знаками. Вот у нас была эта картинка, я ее ищу. Вот мы должны перейти отсюда. Вот сюда. Но можно это сделать так, чтобы сначала здесь расцепить, потом эту протащить наверх, ну, за допию, а потом назад зацепить. Вот здесь получаются эти две точки с разными знаками. А, ну даже, да, 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 вот можно сделать чуть-чуть по-другому. Так что эти две точки с разными знаками появятся одновременно. Да, все-таки это немножко другая картинка. Вот я хочу теперь сделать их одновременно. Ну, можно. Вот смотрите. Значит, вот. Спасибо. 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 А знаете, вот они должны были реальны, в этой ночь… но смотрите вот это вот она распутывается да и остается просто вот такая а здесь вот это вот она такая же как здесь и получилось что вот эта вот ниточка она была справа от этой а теперь оказалось слева такой же так что это как раз наши ц2 движения но достигнуть его можно так что мы вот в этом месте делаем самопересечение и одновременно вот в этом месте делаем самопересечение и они имеют разные знаки что это вот значит мы реализовали эти два движения как вот ну и вот значит любой узел получается что у нас вот вот такими значит преобразованиями приводится но вот мы можем значит у компоненту которая сначала не сама пересекается мы можем ее привести к тривиальному такими значит но в общем в общем можем по очереди то вот значит одна компонента пересекается причем одновременно случаются логически сокращающиеся вот вот здесь вот это у нас какая-то одна компонент есть еще вторая компонент это та же самая первая компонент потому что это у нас было вот относилась к одному узлу который мы решили развязать все эти литочки относились к одному узлу где-то еще может быть вторая компонента но значит вот эти петельки которые образуются при этих вот двух самопересечениях они со второй компоненты имеют одинаковые коэффицианты цепления но мы не знаем что это за петельки но поскольку тут изменилось только вот поскольку они тут близкие то коэффицианты цепления со второй компоненты у них одинаковые вот ну так что это тоже две вот такие англогически сокращающиеся двойные точки но и вот значит вот такой процедурой мы вот развязываем одну из компонент при этом значит вот другая будет самопересекаться одна развязанная потом они меняются местами одна самопересекается другая развязанная но в общем может быть тут есть некоторые детали почему мы делаем эти преобразования там что-то не испортим но это ну в общем по крайней мере идея вот ну вот значит мы приходим к такой ситуации что у нас только парочки алтогически сокращающих точек при этом вторая компонент не зовут значит вот как понравится такой ситуации ну вот значит как такая ситуация выглядит вот у нас есть одна вот эта двойная точка где-то другая двойная точка одновременно одновременно как на один уровень вот но значит ну вот смотрите каждая из них по образе каждый каждый из них имеет два прообраза вот это дуга которая отображается вот две точки переходят в одну точку значит здесь вот есть такая дуга и вторая эта парочка тоже дает такую дугу вот но это эти дуги могут по-разному значит вот они могут вот так вот зацепиться или одна из них может оказаться внутри другой есть вариант вот но значит если они вот так вот зацепились я утверждаю что можно подправить эту гомотопию так чтобы одна из них оказалась внутри другой для этого собственно нужно научиться менять места нет ну конечно бывает еще вариант когда эти дуги не пересекаются когда эти дуги не пересекаются но собственно мы будем стремиться всегда к тому такому варианту чтобы одна из них оказалась внутри другой и важно этого добиться просто научившись переставлять вот эти вот концы ну как переставить концы ну это еще одна картинка ну вот вот у нас есть между этими двумя концернами которые мы хотим переставить вот какая-то дуга ну вот можно нарисовать ее образ вот уж он какой-то такой вот значит такая у нас ситуация всегда имеется что происходит вот вдали то есть вот такая дуга и такие две двойные точки ну и собственно мы имели сначала вот нечто вот такое а потом они оказались в другую сторону ну вот если тут ориентации такие то поскольку у них знаки разные именно то 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 они вот должно так получится в общем можно всегда таким образом нарисовать но просто немножко перевернув если это едет в другую сторону мы просто немножко эту картинку перевернем и будет выглядеть вот значит ну вот мы вот эту вот пару одновременных самоперечтений заменим на нечто слегка другое мы просто вот это вот продвинем сюда а это продвинем сюда вот я непонятно что ну давайте еще раз давайте еще раз вот была такая картинка который был ~? в Вот. 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 Получилось. Вот. Теперь у нас вот этот вот момент между этими двумя картинками две точно такие же двойные точки, как и были, но только они поменялись местами. Вот. И насчет этого мы можем конец одного отрезка продвинуть через конец другого отрезка. И, значит, мы можем добиться того, чтобы один отрезок был вложен в другой. Вот. Но если один отрезок вложен в другой, то картинка должна быть такая, что вот у нас одна двойная точка, дальше вот как-то так, другая двойная точка, ну и дальше вот какая-то петелька. вот. Но при этом здесь где-то вот может быть другая компонента там. Вот. Но. Теперь, значит, известно, что у этих двух двойных точек противоположные знаки, но одинаковые вот эти коэффициенты зацепления. вот если это у нас Z, это W, то значит L, Z равно L, W, а знаки противоположные. А. И теперь, значит, мы вспоминаем, что вторая компонента у нас не заузлина. Вот. Значит, вторая компонента у нас не заузлина. И вот если мы посмотрим на такую вот петельку, но она с второй компонента имеет нулевой коэффициент зацепления. Потому что коэффициент зацепления вот этой вот со второй компоненты равен коэффициенту зацепления вот этой. Значит, вот эта вот, которая между ними имеет нулевой коэффициент. Но если у нас, значит, вот эта кривая, вот она ноль гомологична в дополнение ко второй компоненте, а вторая компонент это тривиальный узел. Значит, она и ноль гомотопа в дополнение к этому тривиальному узлу. Потому что предполнение тривиальному узлу это окружность с гомотопической точки зрения, а в окружности там гомотопизм Гуревича, он изморшит. И один от окружности такой же как Ашин. Вот, ну, в общем, значит, получается, что вот эта вот петелька оказалась у нас ноль гомотопной в дополнение ко второй компоненте. Ну, вот, ну, давайте мы, ну, значит, при этой ноль гомотопии, ну, вот, стало быть, она вторую компоненту не задевает вообще. Можно уже не рисовать, она отдельно где-то. Но она может сама пересекаться при этой ноль гомотопии. Вот, она может пересекать какие-то другие вот свои участки. И вот, вот здесь вот какой-то вот этот участок может где-то зайти и пересечь ноль гомотопию. Вот, ну, хорошо. Ну, значит, мы можем эту ноль гомотопию поделить вот на конечное число таких вот полосок. Вот этот вот диск. Ну, вот давайте я перенесу как-то. И вот у нас такой вот диск с вот этими, как они называются, двуугольниками, да. Вот, в общем, мы можем его поделить на вот конечное число таких полосок. Так что в каждую полоску попадет не больше, не более одной точки пересечения, но либо с другими частями этой компоненты, либо вот, собственно, с кусками этой петельки. Вот, и теперь, значит, вот я утверждаю, что мы, как каждое такое, каждую такую полоску сейчас превратим в движение. Ну, или, скорее, в такую полоску, ну, в общем, ну, даже движение мы хотим превратить. Вот. Ну, значит, как же нарисовать? Вот. Субтитры делал DimaTorzok Картинка немножко похожая на то, что уже было. Продолжение следует... 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 Не так... В первый момент я делаю две... Продолжение следует... Одновременно два самопересчения... Вот здесь и вот здесь... Получается... Значит, вот это я пока не буду трогать... Это как было... Значит, вот это... Такая... А вот это... Вот такая... Это... Первое движение... А второе движение... Я теперь делаю... Снова здесь же... Перещечение... Это возвращается... К исходному состоянию... Нет... Давайте здесь... Это тогда... Вот... К такому состоянию... Вращается... А вот... А вот это... Наоборот... Зацепляется... Здесь тоже... Здесь тоже... Метальный рисовал... Лучше вот так вот... Может быть, это и не важно... Но уж... У меня так написано... Вот это сверху... И эту сверху... А вот эту... Наоборот... Зацепляется... Да... Значит... Вот... Здесь... Вот эти две... Расцепляются... Здесь у нас ниточка справа... Справа от этой... Справа от этой зацепки... А здесь вот эти две... Расцепляются... И эта ниточка слева... Такой же зацепки... На этом... Что бы перейти отсюда... Вот сюда... Мы сделали... Сначала... Здесь... Два одновременных самое пересечение... С разными знаками... А потом... Здесь... Одновременных часа пересечений... С разными знаками... Ну, то есть... 2 одновременных пересечение... С разными знаками... Это вот... У нас... Такая картинка уже бывает... В точности это два движения... но при этом вся эта картинка это вот такая вот картинка на которой две полоски вот здесь одна и здесь другая то есть вот диск вот эти точки пересечения я же могу их разрешить вот так то что было то что было после но это вот должно выглядеть вот так вот и но кажется здесь можно сделать некоторые пересечения два раза сначала туда потом обратно вот так что вот смотрите вот здесь она возвращается к своему исходному состоянию а здесь здесь вот из этого вы должны получить вот это то есть мы делаем вот вот в этом месте сам крещение на 10 здесь здесь неважно но но скажу в этом значит вот здесь давайте сделаем симметрично давайте это вот здесь вот возьмем тогда получается вот эти две и здесь вот эти две да вот здесь вот это паузы вот эти две, а потом вот эти две, а потом, ага, в него, да, я потом, ну, мне кажется, ну, вот стерт уже этот рисунок, но мне кажется, такая парочка, ну, это должно быть вот так же, как на предыдущем стертном рисунке, а он означал одно дельтодвижение, это одно движение, то есть вот здесь мы делали одно дельтодвижение, второе дельтодвижение, вот, как бы, пришли вот из такой ситуации, что вот тут вот что-то протыкало, тут что-то протыкало, да, ну, вот, если и хм, но мы рисуем, значит, здесь н, таких вот фагментов, ну, так что вот такой вот, значит, диск Уитни мы реализуем некоторым количеством дельтодвижений, и вот, собственно, все, но это покомпонентные, ну, однокрашенные дельтодвижения, потому что здесь диск он пересекал только свою компонентную, чужую он уже не имеет права пересекать, мы добились, значит, здесь все цветные ниточки из одной компоненты, вот, ну, так что мы, значит, РЕМУ доказали, по-моему, существовало вот эти вот эти вот эти вот эти вот, ну, как РЕМУ докажем? Ну, если вы не устали? Нет, ну, я не устали. Вот, ну, теперь можно перейти к Славе. А это, Саня, не? А то там что-то взбивалось, а что? Ну, ничего, вот это что-то еще. Ну, собственно, да, значит, записывается-то, ну, да? Так что, ну, там, скорее всего, выставка, что-то, ну, мы можем сюда вместе смотреть, если кто-то. Да. Да. Вот, ну, сначала, вот, ну, теперь мы некоторые варианты, вот, вариант кипка сингулярного сцепления в двухмерных сферах, в трехмерных сферах. Ну, сингулярное сцепление, вот это значит, что каждая компонент может сама пересекаться, но разная пересекаться. Мы расслабляем эти сингулярные сцепления, стоящие под расцепляющиеся к моторке и дают к моторке в классе сингулярного сцепления. Ну, вот, ну, вот определяются варианты таких сингулярных сцеплений в следующем окне. Но мы можем аппроксимировать, даже если это вообще такое угодно, сингулярное сцепление, мы можем делать аппроксимированные кладки с изолированными двойными точками. Эта аппроксимация не повлияет на класс, значит, на точке. Так что можно считать, что у него изолированы точки самопересечения компонента. Вот, допустим, Z тогда такая точка самопересечения курсового компонента. Точка X, точка Y, вот пошли в точку Z. Ну, у нее, значит, много есть знак, но там вот два места, два метра, четырехметра пространства, пересекаются, но вот есть и знак. Да, то есть, я разучил на ориентации, значит. Ну, дальше, значит, вот мы можем взять по образе вот эти две точки X, Y и взять какую-то другую, которая X соединяет. Вообще, конечно, лучше рисовать, да? Ну, дальше. Ну, дальше. ... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...